Привет! Вы смотрите Телегид. Несколько минут о жизни внутри нашего телеканала. Эта неделя насыщена премьерами кинокартин. Как не скучно провести сентябрьские будни и повеселиться в выходные. Знаю я, Анна Троян. Четверг. Время осознать, что жизнь все-таки забавами полна. В этом убедимся из драмы «Поздно вечером». В большой провинциальной коммуналке живет несколько семей. Все они очень разные. Однако судьбы их неразрывно связаны с событиями и непростыми коллизиями, происходящими в стране. С ощущением нестабильности, страха и тревожного ожидания, что что-то должно произойти. Что будет и как с этим справятся наши герои, смотрим 10 сентября в 22.00. Уважаемые пассажиры, на втором этаже нашего вокзала работает кафе и комната матери и ребенка. Пассажир Бараболька, ваш билет найден и находится в справочном бюро. Мне с моим университетским дипломом торчать в этой конуре за 950 рэ в месяц? Братья наши меньшие не только помогают нам преодолевать трудности, но и способны колоссально изменить нашу жизнь. Завершим рабочую неделю как раз с такой историей. После смерти жены папа нашего героя отказывается даже общаться с ним, с единственным-то сыном. Жизнь для него потеряла смысл. На пути мальчика встречается птенец пеликана. Он решает выкормить птицу и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Как поможет пеликан нашему герою, увидим в пятницу в 22.00. Никас научился летать. Я завидовал ему. Он видел наш остров с высоты. Никас превратился в большую, прекрасную птицу. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Брейк-дэнс, даб-степ, гоу-гоу. Всем современным направлениям можно научиться в танцевальной студии культурного центра. Для Анны Ковалевой танцы – способ самовыражения и то, что помогает наполнить жизнь смыслом. А субботним утром проснись и пой, танцуй и наслаждайся. В эфире ЛРТ-концерт телепроекта «Три аккорда». Со сцены Государственного Кремлевского дворца в исполнении популярных артистов прозвучат всенародно любимые шлягеры. Шаланды, полные кефари, к единственному нежному. Люба-любонька, коммунальная квартира и другие песни, которые знакомы каждому. Смотрим и подпеваем в 11 утра. Полем, полем, белым-белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Не поверил бы глазам, отписал бы все слезам. А вот вечером в субботу отбросьте все дела. Нас ждет встреча с невестой. После свадьбы Настя уговаривает мужа взять ее с собой в глухой городок. Но вскоре начинает сожалеть об этом. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд. А Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке. Шкатулке с фотографиями мертвых людей. Как развернуться события, смотрим 12 сентября в 10 вечера. Она здесь. Кто? Ну и как вишенка на торте воскресным вечером встретимся с невидимым гостем. Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы. И он решает воспользоваться услугами лучшего в стране. Специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание. Поэтому вечером к нему приходит она, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для нее это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. Получится ли у чертовки задуманное, увидим 13 сентября в 22.00. Поискать ответы в деталях. В противном случае... Что? Вы подтвердите слова полиции. Они считают, что ни у кого не могло быть мотива разрушить вашу жизнь. Что ваша версия неправдоподобна, сеньор Дори. Искать убийцу не моя работа. Нет. Это ваше дело, Феликса и полиции. Это вы должны ловить убийцу, а не я. Они уверены, что убийца вы. На этом все, мои друзья. Полный обзор фильмов и программ нашего телеканала вы можете найти на сайте www.lrt.tv Также ищите нас в Инстаграме и других социальных сетях. Я Анна Троян. Желаю вам волшебной осени. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»